Тогда, Светочка, вот здесь задам вопрос. Я, конечно, понимаю, что раз ты у нас не йог, но, тем не менее, у тебя же информация приходит сразу же. Ну, если что, я да, отвечу. Скажите, пожалуйста, метод дыхания побутейка, не побутенко написано почему-то, ну, ладно, имеет аналогию с проноямой? Танечка спрашивает. Да, ребят, я уже отвечала, что я специально дыханием не занимаюсь. Я просто иногда, когда я сижу в состоянии, наверное, медитации, это называется, да, то я бывает чувствую, как у меня идёт дыхание. Оно, когда вы без еды и без воды, тем более, когда вы минимизируете сон, то у вас дыхание становится иным. Я, конечно, не скажу, что оно полностью останавливается. У меня ещё оно полностью не остановилось, но оно иное. Оно бывает, что прекращается в какие-то моменты. Но чтобы специально как-то делать дыхательные практики, я не делаю, поэтому я не знаю проноям, правда не знаю. Я далека от этого, от чакры, от проноям. Я вот в этом вам ничем не могу помочь. Это слово только риме, потому что я в этом ноль. Ну, я могу сказать только, Светочка, следующее, что, ну, понятно, что люди немножко даже перепутали, там, не бутенко, а бутейка у нас. Ну, этот известный врач, в общем, было взято, это всё, конечно же, из йоги, друзья. Основа, мы не будем спорить, что было вперёд, там, какая йога славянская, либо она индийская, либо там цигун был вперёд. Это неважно. Главное, что зерно взято оттуда, как только раньше были эти все практики. Поэтому, конечно же, умные учёные, каждый себе, скажем, поназывал под своим именем. Вот это всё нормально, так как сделали это более доступно для... Ребят, у кого там выключен звук, пожалуйста, Леночка, выключите. Вот, и Ольга тоже, смотрю, включена. Вот, и поэтому человеки так устроены, что они, конечно же, называют своими именами, они модернизируют это нормально. Так же, как и холотропное дыхание сделали медицинским, да. А было это всё, холотропное дыхание считалось раньше шаманскими техниками, но так как это было за грани, недоступно, поэтому всё это медикализировали, как я говорю. Так и здесь. Да, любое дыхание, друзья, по Фролову, вот есть аппарат Фролова, любое дыхание, там везде будут глубокие вдохи, задержки дыхания, выдохи, и это имеет место быть. Поэтому лучше делать хоть по какому методу, хоть какого автора, и лишь бы вы делали дыхание. Потому что самое лучшее – это, конечно же, дыхание, между ними задержки дыхания. И уж как бы это ни называлось, какой бы автор ни был, практикуйте, приходите к своему решению, потому что ваше тело не обманет. Если вы сможете держать задержку, значит, так тому и быть, комфортно. Если тело не держит, то здесь уже напрягаться не сильно нужно. Ну, а на автономии, на неведении, естественно, как Светлана сказала, дыхание совсем иное, поэтому вам не нужно делать какие-то искусственные вещи. Ну вот если астма пострадает, то обязательно нужно дыхательную технику применить. Всё, благодарю за слово. Светочка, если есть вопросы, продолжим. Я тоже.